здравствуйте меня зовут федор васильев я вас встречаю в третьем уроке видео курса модная галерея для джумла и так если вы новичок и смотрите этот урок впервые и еще не знакомы самой джумлой с ее базовыми настройками и не устанавливали ни разу джумлу то вам я рекомендую сначала изучить саму джумлу для вас я подготовил бесплатный видеокурс сейчас я нахожусь на своем сайте адрес его fedor васильев точка ру перейдите сюда и вот здесь вот справа увидеть такой баннер бесплатный видеокурс джумла 63 урока просто перейдете по ссылке здесь увидите лендинг и просто впишите свой рабочий mail и подпишитесь на данную рассылку и в ответном письме после успешного подтверждения мэйла вам автоматически придет письмо с ссылкой на закачку данного видеокурса то есть так будет правильно если вы новичок то есть вы должны сначала ознакомиться с базовыми настройками дальше вам будет уже легче и так я отталкиваюсь от того что вы уже знаете джумлу вы уже устанавливали хотя бы несколько раз расширение на джуму знаете как это делается я непосредственно буду делать уроки именно про галерею какие-то подробности с касательно самой джумлы я буду опускать и так на момент записи курса я использую джумлу последнюю версию 351 версия и сейчас это расширение галерею я устанавливаю обычно через менеджер расширения установка пакет успешно завершена и смотрите первое что нужно сделать наверное мы сначала загрузим наше подготовленное изображение прежде чем приступим к настройкам для этого мы наводим мышь на компоненты и у нас здесь после установки появляется в самом верху такое слово галерея переходим сюда и нам нужно для начала создать первую галерею мы кликаем на зеленую кнопку создать назовем пока просто галереи дальше у нас идут вот здесь вот внизу категория all здесь можно переименовать как показать все если мы посмотрим на наш сайт у нас здесь есть вот такие кнопочки это и есть созданные категории и вот эта кнопка показать все она необходима чтобы человек мог отображать все категории если ему удобно так просматривать изображение поэтому вы можете кликнуть по этой категории она у нас здесь по умолчанию как только вы ее кликнули справа у нас появляется опция конечно подробнее мы рассмотрим в деталях следующих уроков здесь можно написать то есть это у нас категория name выделяем и пишем что-то свое я пишу показать все и нажимаем сохранить напротив название этой категории у нас стоит звездочка вот здесь вот это говорит о том что эта категория по умолчанию все мы ее не трогаем для того чтобы мы могли загрузить изображение нам нужно создать дополнительную категорию то есть смотрите здесь у нас идет показать все следующая категория мне идет май но я здесь сделаю по-другому у меня изображение животные автомобиля я назову животные категория кнопочка да и кнопочка автомобили для того чтобы создать новую категорию мы нажимаем от категории то есть это создать новую категорию кликаем на эту голубую кнопочку у нас появляется внизу новая категория на в категории мы ее выделяем и таким же образом здесь справа удаляем название и я пишу по-русски животные и пока нажимаем сохранить и давайте сразу я создам еще одну категорию автомобили таким же образом и также сохраняю и теперь давайте загрузим изображение выделяем например категорию животные как только мы ее выделили ниже появляется кнопка upload то есть загрузить мы кликаем на эту голубую кнопку и у нас всплывает модальное окно и сразу в начале я вам рекомендую есть у вас будет большая галерея много категорий много изображений я вам сразу рекомендую разграничить их по папкам то есть изначально создать для каждой категории свою папку так будет все аккуратно и по полочкам для этого мы кликаем вот на эту кнопку на фолдер мне здесь нравится очень удобно сделали создание папок именно прямо здесь то есть через это окно модальное окно кликом на фолдер появляется вот такое вот поле и кнопка create folder вы здесь по-английски пишите название вашей новой папки и нажимаете вот на эту голубую кнопку create folder таким образом вы создали папочку вот вы видите я сейчас внутрь перешел если вы хотите перейти опять в корень папки вот здесь есть путь вы вот здесь откликайте на папку images переходите в корень корневых папок также здесь можно обратить внимание есть папка upload это загрузка изображений кнопка delete удалить например какую-то папку чтобы удалить папку нужно вот здесь напротив папки поставить галочку а потом нажать на кнопку delete дальше здесь есть такие кнопки это сортировка отображения если мы кликаем вот на эту последнюю иконочку где у нас такие квадратики то у нас меняется вид отображения папок если вам так удобней если накликаем вот на эту иконочку то у нас вид папок вот такой и здесь у нас есть еще есть еще кнопки apple и close close закрыть apple применить переходим наш папку cars кликаем по названию папки и нажимаем на кнопку upload таким образом мы загрузим изображение именно в эту папку после того как мы нажали на кнопку upload у нас появляется вот такой вот кнопочка выбрать файлы мы можем либо мышкой перетянуть файлы в область где написано файл не выбран или же прямо кликнуть на кнопку выбрать файлы и выбрать файлы изображения непосредственно с компьютером и сначала я загружаю автомобили то есть вы можете просто зажать control на клавиатуре и выделить те изображения которые вы подготовили я выбрал все пять и нажимаю открыть а потом я кликаю на эту вот голубую кнопку напротив upload и вы видите наше изображение загружены дальше что нужно сделать чтобы наше изображение отображались в категории для этого нам нужно кликнуть вот на эту верхней checkbox для того чтобы все изображения у нас были выделены и нажимаем теперь на кнопку apply вот теперь наши изображения помещены именно в категорию да я совершил ошибку я загрузил изображение в категорию животные ничего страшного сейчас я вам покажу как удалять изображение также кликайте вот на верхней чекбокс где написано превью выдели все изображения и дальше вы жмете вот на верхнюю кнопку delete у нас всплывает окно с вопросом уверены ли мы что мы хотим удалить изображение мы уверены нажимаем кнопку apple и у нас изображение удалились из папки животные пожалуйста не путайте вот эту кнопку delete эта кнопка удалит всю категорию животные которые мы только создали итак переходим значит в категорию автомобиля если ее выделили и кнопка upload не появилась кликните по ней еще раз два раза и появляется папка upload теперь мы сейчас загрузим правильно изображение автомобиля в папку автомобиля и таким же образом у нас папочка уже создана и изображение загружено нам надо лишь их разместить в нужную категорию нажимаю apple все теперь изображение у нас находится в правильной категории ну и давайте загрузим таким же образом изображение животные и так я кликаю на категорию животные нажимаю на кнопку upload давайте создадим папку для изображения животные нажимаю на folder и вставляю по-английски слово животные нажимаю create folder и так папочка у нас создалась заходим внутрь upload и загружаем теперь животные окей и upload так изображение у нас все загрузились выбираем все изображения и apple видите все очень просто загружается у нас с вами изображение легко и такой момент а если вы загружаете много изображений то есть у вас уже готова там штук по 100 сразу я конечно не пробовал но я вам не рекомендую сразу кучи загружать загружайте попробуйте по 50 если тяжело идет загрузка или не загружается то например загружайте по 20 изображений конечно же желательно чтобы они у вас были все оптимизированы и так вы уже умеете создавать категории папочки да умеете загружать в нужную папку изображения о вот этих вот настройках дальнейших которые мы не затронули которые относятся именно категории мы рассмотрим с вами следующем уроке на этом здесь все и увидимся в следующем уроке в следующем уроке на нашем сайте